Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас мы собираемся высаживать томаты в открытый грунт. Все томаты вроде хорошие, красивые, рассада здоровая. Но пройдет немного времени, и у одного начнется вершинная гниль, у другого начнется другое заболевание. Томаты не застрахованы от болезней. И вот именно про вершинную гниль я хочу вам рассказать, как можно своими народными средствами, удобряя почву, избавиться от нее раз и навсегда. Конечно, самым известным, самым традиционным средством от вершинной гнили является яичная скорлупа и зола. Скорлупа это кальций, а вершинная гниль именно возникает только там и у тех томатов, у которых не хватает кальция. Вот если вы будете залу и яичную скорлупу добавлять под перекопку, возможно, вам не нужно будет в течение сезона как-то обрабатывать по листу или делать какие-то подкормки, другие кальциевые. Скорлупа яичная, она долго будет работать. Если заправите хорошо, возможно, в этом еще на будущий год хватит. Я всю зиму собираю всю скорлупу, ни одну не выбрасываю. Некоторые моют вот эти скорлупки, очищают от пленочек, вот от этих вот, вот видите, как пленочки. Я не делаю ничего, я просто этот мешок со скорлупой весной выношу, растопчу ее. Запах иногда неприятный, потому что там и остатки яйца, но все это органика, все это перегниет, все это принесет пользу растениям. И сейчас вот, когда копаем землю, вот видите, я прям разбросаю все по грунту, ни в лунки, никуда. Потому что добавляя в лунки, ну можно и добавлять в лунки, но мы же не, вы же не думаете, что вот корень будет только в лунке. Он расползется по всей земле, так что под перекопку это удобнее, быстрее и практичнее. У вас весь грунт будет в этом. Вот сегодня даже, который пожарила, съела, просто мну, и сейчас все буду добавлять в землю. Еще одним, вторым народным средством, идеальным, прекрасным для предотвращения вот этой вершинной гнили является зола. Зола только древесная. Перед тем, как ее употреблять, я, конечно, всю ее просеиваю, вот это вот убираю, остается чистейшая. Зола. Это кладезь витаминов, микроэлементов. Самое большое содержание в кальции из всех народных средств именно в золе. Тоже под перекопку. Сейчас будем копать. Я просто вот так посыплю по всей земле яйца, вот эти скорлупку, золу. Все перекопаем и посажу туда томаты. Будьте уверены, после такого вот внесения удобрений вершинная гниль вас не посетит. Ни один томат у вас не заболеет. И тем более вы знаете, что кальций он очень нужен для томатов, не только от вершинной гнили, а вообще для общего развития, для всего. И вот эти вот томатики, которые я сейчас высажу, они будут очень рады такой добавке к грунту. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это коротенька о том, как избежать, предотвратить заболевания вершинной гнили во время посадки. Просто добавьте в грунт яичную скорлупу и золу. Этого будет достаточно. Все.